Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из википедии и интернета. Регул Марк Атили – римский консул и военачальник, живший в III веке до н.э., прославившийся своим героизмом во время войн с Карфагеном. В 255 году Регул был взят карфагенянами в плен и позже был послан в Рим, чтобы провести мирные переговоры и подготовить обмен пленными. Однако в Сенате Регул выступил против предложения Карфагена, после чего, оставаясь верным своему слову и зная, что его ожидают пытки и смерть, вернулся в Карфаген. Регул стал национальным римским героем. Авидий посвящает ему одну из своих от, а Цицерон приводит его в пример в трактате об обязанности. К сожалению, не существует надежных исторических свидетельств, которые позволили бы считать эту историю, имевшую место быть в действительности. И нельзя исключить, что источником этой легенды стала семья Регул, имея намерение очернить карфагенян. После того, как жена Ромула сама замучила до смерти нескольких карфагенских военнопленных. Согласно другой версии, после своего добровольного возвращения в Карфаген, Регул умер в тюрьме от голодовки. Из Википедии. Деодор Сицилийский изобразил Регула как человека глупого и высокомерного. Карфагеня Марка Аттилия казнили. В одной из версий его посадили в деревянный ящик, обитый изнутри гвоздями. Так что он погиб из-за боли и невозможности заснуть. Цицерон говорит о пытке бессонницы или бессонницы и голода. По другой версии он был распят. Алгели цитирует рассказ Квинта Эли Туберона об истязаниях, которым карфагеняне подвергли Регул. Они запирали его в глубокую подземную темницу и спустя длительное время, когда солнце казалось наиболее раскаленным, внезапно выводили и держали, поставив прямо против солнечных лучей, принуждая смотреть на небо. А для того, чтобы он не смог опустить веки, они пришивали их, разведя вверх и вниз. Согласно Деодору Сицилийскому, веки Регулу отрезали. Потом пленника заперли в маленькой и узкой хибарке и натравили на него специально разозленного дикого слона. Тот вытянул Марка Атилия из его убежища и растоптал. Таким образом, великий полководец, как будто преследуемый слепой яростью, испустил последний вздох и умер самой гнусной смертью. Ну вот так вкратце о Регуле. Регуле Марки Атилия, римском консуле и военачальнике. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok